Добрый вечер! Эфир телеканала CBC продолжает специальный выпуск. Обсудим последние события вокруг армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, а также уверенной победы нашей армии. Сейчас ко мне присоединился директор экспертного совета Баку-нетворк Эльхан Алискеров. Здравствуйте и добро пожаловать к нам на прямой эфир. Спасибо. Давайте обсудим очередную победу нашей доблестной армии. Победа всего азербайджанского народа. Азербайджанская армия подняла флаг над Мадагизом. Уже наша армия продвигается все дальше. Мы освобождаем наши исконные территории. Скажите, что вы думаете об этом? Насколько важна эта очередная победа? В первую очередь я бы хотел поздравить армию Азербайджана, руководство страны, весь народ, всех друзей. Потому что этот шаг знаменует поступательное движение Азербайджана к восстановлению своей территориальной целостности, к чему около 30 лет Азербайджан стремится. То, что произошло в направлении Мадагиза, который, знаете, решением президента возвращено свое историческое название Сугов-Ушан. Это узловой пункт армянской линии обороны, которую 30 лет они строили. Это ключ ко всему Нагорно-Карабахскому району. Это ключ ко многим позициям армянским. Благодаря доблести азербайджанской армии, его командованию и героизму солдат, был взят большая крепость. Это крепость, я уже повторяюсь, которая создавалась 30 лет. Но это большая трещина, которая поставила всю систему обороны армянской армии на оккупированных территориях под большой вопрос. Знаете, сейчас мы читаем сводки, которые появляются также в армянских СМИ. Разумеется, им нужно было прокомментировать их очередное поражение. Они начинают говорить, что якобы это временно и так далее, мы вернем. Но это звучит на самом деле глупо, потому что весь мир знает, что эти территории принадлежат Азербайджану. Они всегда принадлежали нам. И мы не захватываем новые территории. Мы именно освобождаем наши исконные территории, продвигаясь уверенно дальше. Мы уверены, что в скором времени весь Карабах вернется в состав Азербайджана. Скажите, как в целом вы оцениваете успех азербайджанской армии? Уже прошла неделя с момента очередной эскалации в результате очередной армянской провокации 27 сентября. В целом, как вы оцениваете успехи нашей армии? Я бы подразделил этапы военных действий до сегодняшнего дня и после сегодняшнего дня. Потому что в противостоянии с азербайджанской армией армянская оккупационная армия не смогла выдержать. Потому что, несмотря на то, что они занимали позиции на высоте, в горной местности, несмотря на то, что они создали укрепрайоны, несмотря на это, азербайджанская армия смогла сломать этот первый хребет. Здесь, конечно, то, что армянские обозреватели говорят, что это еще не поражение, они имеют в виду наличие огромного количества армянских террористов и террористов из других стран, которые они намереваются использовать. И в ихнем военном мышлении терроризм всегда присутствовал. Он возобладал над другими военными способами решения вопроса. Вы знаете, что все кровавые деяния, которые были совершены в азербайджанской районах, были совершены именно террористами. Поэтому их уверенность в том, что они вернут эти позиции, заключается в надежде на террористов. Но в военном плане азербайджанская армия показала умение ведения современных видов войн, которыми не владеют эти террористические группы. Просто после второго этапа, который они хотят начать, жертв будет с их стороны больше. Даже вот сейчас появляются видеоматериалы в интернете, на которых отчетливо видно, что на стороне Армении воюют наемники, террористические группировки. И эта информация появляется на официальных фейсбук-страницах именно с армянской стороны. То есть они пытались переложить каким-то образом ответственность на Азербайджан, выставить нас какими-то агрессорами, что это мы нанимаем каких-то наемников. Но ведь сразу было понятно, что у Азербайджана достаточно сильной армии, силового потенциала, и мы не нуждаемся ни в каких наемниках. Сейчас эта информация появляется уже с их стороны, что на самом деле это с их стороны были наемники. Сегодня большая группа армянских солдат сдалась в плен. Они подняли белый флаг. Я думаю, работая с ними, соответствующие органы получат фактический материал об участии армянских террористических организаций в войне против Азербайджана. Потому что сами военнопленные, они носители той информации, которую армянское руководство пытается скрывать. И я вам одну вещь скажу. То, что вчера в районе Шамкира они запустили 10 ракет Точка-У в сторону Шамкира, которые были часть сбиты, часть упали где-то на сельхоз поля. Это старые ракеты. Это показатель того, что военно-политическое руководство Армении испытывает большой недостаток сопротивлений. Они ощущают, что армянская система обороны на оккупированных территориях находится на грани крушения. Потому что с самого начала, это мои оценки, азербайджанская армия поступила правильно. Она занялась выдавливанием противника. Не было фронтовых нападений, массового наступления пехоты, потому что это привело бы к потерям. Была организована методическая работа тактических боевых групп, которые занимались конкретным выдавливанием армянских оккупационных сил. То, что произошло с Угавушан, это проявление того заявления, которое было сделано Министерством обороны Азербайджана. О том, что армянская группировка, те, кто не хотят умереть, могут сдаваться. И азербайджанская сторона дала гарантии, что военнопленные армяне будут обращаться в соответствии с международными конвенциями. То есть получается такая безысходная позиция, в которой оказалась армянская армия. Они стараются сейчас нацеленно сбрасывать бомбы именно на мирное население, пытаясь создать какую-то панику, потому что на линии фронта они несут большие потери. Да, здесь мы имеем две тенденции. Военное искусство азербайджанской армии, который работает, захватывая в клещи военные группировки. И беспорядочная стрельба по мирным населенным пунктам армянской артиллерии, которая хочет превратить этот конфликт в такое кровавое месиво, чтобы вызвать панику и огромное количество мирных жителей, чтобы боялись проживать в своих населенных пунктах. Это отражение погибельной армянской военной доктрины, в соответствии с которой они считали, что военные объектами являются именно азербайджанские населенные пункты. Стрельба по Шамкиру это очень такое проявление отчаяния армянского военного руководства, потому что Шамкир никаким образом не задействован в Нагорно-Карабахском театре военных действий. По крайней мере, находится в стороне от этого. Вот, кстати, сейчас меня информируют, что появилась новая информация с линии фронта. Азербайджанская армия освободила от оккупации вооруженных сил Армении село Талыш Тартерского района, села Мехтели, Чагрлы, Ашагы Марльян, Щейбет, Гюйчах Джабраильского района и Ашага Авдурахмалы Физулинского района. Об этом информация появилась на официальной странице в Твиттер, сообщил президент Ильхам Алиев на своей странице в Твиттере. Вы видите, что наша армия очень уверенно продвигается вперед и захватывается все, даже не захватывается, а именно освобождаются все новые и новые села. Это на самом деле большой успех азербайджанской армии, азербайджанского народа в целом. Да, да, с этим можно поздравить, потому что все это осуществляется в рамках именно продуманной стратегии военного ведомства Азербайджана. И по оценкам армянских военных спецов, которые еще не потеряли разум, которые могут оценивать ситуацию, они говорят, что Азербайджан взял оккупированные территории в двойные клещи, то есть в северном направлении и с южного. Эти продвижения, они охватывают новые территории и в принципе выталкивают армянские вооруженные формирования с оккупированных территорий под угрозой полного уничтожения. То есть их оборона подвержена поступательным действиям азербайджанской армии. Знаете, что еще интересно? Мы освобождаем свои села от армянских агрессоров, армянских оккупантов. Мы не воюем с мирным населением, мы именно воюем с вооруженными силами Армении. Именно поэтому Азербайджан продолжает призывать мировое сообщество и официальный Ереван к тому, что как только Армения выведет свои оккупационные силы с азербайджанских территорий, война прекратится и, соответственно, Азербайджан сможет мирно вернуть все свои оккупированные регионы. По-вашему, какое давление сейчас мировое сообщество, в том числе Минская группа ОВСЕ, должна оказать на официальный Ереван, чтобы все-таки война прекратилась и Армения отступила, чтобы Армения освободила все оккупированные регионы Азербайджанской республики? Все эти вопросы озвучены президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым. Первое, говоря о армянском населении, которое на оккупированных территориях фактически осталось, по нашим оценкам, где-то 50 тысяч. Это старики и те, кто не могли выехать оттуда, кого не пускают выехать из этой зоны оккупационной, которая, в принципе, превращена в концентрационный лагерь, тоже можно сказать. И там было обращение к ним о том, что они могут, если хотят, жить в Азербайджане на правах национального меньшинства, как все другие народы, которые проживают в Азербайджане. Второй вопрос, связанный с тем, что именно армянское руководство, ереванское руководство все время закручивало эту проблему, эту тему. И минская группа фактически самоустранилась от этого. Это статус-кво, о котором мы на всех наших встречах экспертов говорили, что статус-кво это не приведет к мирному регулированию. Это обозначалось даже самими сопредседателями. Но они это для нас делали комплимент, соглашаясь с нашим мнением, но в то же время никаких мер не предпринимали. Теперь было озвучено главой нашей страны о том, что вопрос статуса или вопрос будущих переговоров связан с тем графиком вывода войск, которые должны представить оккупационная армия. В этом случае мы можем сесть за стол переговоров. Но для этого Армения должна представить график вывода своих войск. По всей видимости, великие страны должны представить гарантии того, что это будет реализовано. Потому что о том, что вывезти войска, были резолюции Организации Объединенных Наций. Но Армения на это все так 30 лет отмахивалась, ничего не делала. И страны-сопредседатели ничего об этом, никаких рычагов влияния на это не использовали. В такой ситуации, конечно, да, могут начаться мирные переговоры, хотя об этом даже речи нет, но есть условия о том, что должен быть график вывода войск. Армения должна поменять свою концепцию о том, что Карабах — это Армения, точка. Для этого Пашинян может сказать, что Карабах — это Азербайджан, и точка. Тогда вопрос статуса проживания здесь армянского меньшинства и другие может решиться. Хотя в данный момент даже об этом говорить нам не приходится, потому что армия Азербайджана реализует ту концепцию, которой Армения нас побуждала все эти годы. Аль-Ханалим, а насколько важен нейтралитет сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы все-таки ситуация не накалялась еще более? Ситуация накаляется именно с армянской стороны. Азербайджан, вы знаете, военную операцию начал, контрнаступательную свою операцию, после того, как Армения пыталась накалять ситуацию. Именно весь переговорный процесс Армении, руководство Армении нынешнее, она накаляла ситуацию своими заявлениями, своими отказами от того берега. То, что сейчас делает азербайджанская армия, все делает тихо, спокойно. Она выдавливает эти вооруженные силы, да, они будут сопротивляться, будут подавляться их точки. Они будут посылать с Армении танки, они будут подавляться и истребляться вдоль дороги. Азербайджан выдавливает спокойно армянскую армию с территории Азербайджана, захватывает исконно азербайджанские территории, которые признаны всем миром нашей территории. Все происходит в рамках территориальной целостности Азербайджана. Что делает Армения? Армения подняла АЛТ во всех организациях. По шиням звонил, я не знаю, может быть, не звонил только президент Буркино-Фасо. Отслеживая его звонки, он звонит, Трамп его отфутболил, единственным акронам он как-то дозвонился, кто-то ему помог. Да, там поднял на ноги всех. Даже Ким Кардашьян, он свою поддержку поднял. Понимаете, то, что происходит, заявление в российских СМИ, вот Сатурян говорил, что армяне воины, а азербайджанцы торговцы. Понимаете, где же ваши воины, которые сдались в плен? Господин Сатурян. Понимаете, все вот эти нюансы говорят о том, что они относились к Азербайджану очень несерьезно. Когда начались военные действия, это есть в армянских СМИ, начальник генштаба Армении, земляк Пашиняна, буквально сказал следующее. Пойдите, разберитесь в последний раз с остатками этого кочевого племени без Родины. Представляете, риторика армянских деятелей выходила за рамки не только лжи такой-то исторической, за рамки любого российского государства. В Южной Африке в период расизма такого отношения белых к черным не было. И вот теперь азербайджанские солдаты поставили вот этого начальника генштаба в позу того, что его армия бежит и сдаются им в плен. Они бросают свою технику, они стараются спасти свою жизнь. Понимаете, нарвность руководства Армении в том, что она считает, что они самые умные, в том числе и Цатурян, который сидит... Проблема в том, что они также зомбируют свое население подобными заявлениями, которые порой просто выливаются в дезинформацию и нагнетают ситуацию в целом. Я когда работал дипломатом, один мне опытный дипломат сказал, что когда в разговор шел Примаков был министром иностранных дел России, он общался с Кочаряном, говорил, Кочарян, ты подпиши с Азербайджаном мирный договор, кончайте этот конфликт. Он говорит, нет, мы то-то, мы то-то, он говорит, поймите, эти люди создавали великие империи. Вот придет время, когда они все соберутся под руководством какого-то лидера, они соединятся в едины и дадут вам по зубам. Это есть даже в мемуарах одного из российских дипломатов, мне говорили об этом. Это серьезный разговор. Это серьезный разговор опытнейшего российского дипломата, который знал, что из себя представляют армяне и что представляют азербайджанцы. И заявление, опять возвращаясь к начальнику генштаба, показывает, в каком убогом состоянии состоит армянская армия, если генералы вот такого образа мышления. И сегодня я смотрел съемки, там армянского солдата привязали к цепи. чтобы он не сбежал. Это вся жестокость, это связь с террористическими организациями, отсутствие возможности создания армии. Армения не создала армию. Эти люди были в военной форме, но это не было армией дисциплинированной, не имело тактики, кроме того, чтобы спрятаться в норах и стрелять из-за угла. И сегодня мы видим, смотря глубже то, что происходит, что произошло вокруг Сугов-Шаги, как это произошло. Вот все заявления нашего Министерства обороны о том, что мы взяли высоты Сугов-Шаги, о том, что мы движемся в это. Все было официально, легально. И в принципе армянская армия... В соответствии с международными нормами и стандартами. Да, да, да. И все обвинения в адрес Азербайджана, они не стоят и гроша, потому что это вся ложь. Азербайджанские солдаты, которых мы видим, это показывает. Ту технику, которую они отняли у армян, все то, что они завоевали, это было сделано солдатами нашими. Что ж, мы желаем удачи нашей храброй и доблестной армии. И спасибо вам большое, Эльхан Марим, за интересную беседу. Поздравляю всех, большое вам спасибо. Спасибо. Напомню нашим телезрителям, что вы смотрели специальный выпуск на телеканале CBC. Гость нашей студии, директор экспертного совета Баку-нетворк Эльхан Алискеров. Не переключайтесь, в скором времени мы вернемся в прямой эфир на английском языке.